Значит, добрый всем вечер, или там у кого день, так день, у кого другое время суток, так все равно пусть будет добрым. Значит, итак, я хочу начать с того, чтобы просто почистить хвосты с прошлого раза. Были несколько вопросов, я как-то либо ответил неудачно, либо не ответил. Давайте я вначале почищу хвосты, хотя тема книга Кагелет, но я вначале хочу начать с почистки хвостов. Итак, первое. Когда я сказал, что по закону не требуется, чтобы сха был прозрачным, чтобы крыша таки была прозрачным, в общем-то, я, как обычно, исходил из того, что написано по этому поводу в Гемаре. Есть зато некоторая вещь, которую надо понимать в галактическую сторону вопроса, что Галахана. Значит, шурха на руку. В дырах-гасхах крыша суки должна быть легкой, чтобы сквозь нее видели большие звезды. Если крыша толстая, подобно крыше дома, несмотря на то, что звезды через нее не видны, она годна. Это шурха на руку. Значит, чуть-чуть более подробно вообще надо сказать следующее, что на практике в законах молитвы и праздников регулярно пользуются в основном. Значит, есть две базовые книги, современные, в тонкостях, которые говорят о неосновном законе, а именно о тонкостях закона. Основные книги, где говорится про тонкостях закона, это либо Мишна Брура, «Комментарий Хафецхаима к шурханаруху Корахаим», или книга его, тоже это современник его, но ближе туда, чуть-чуть попозже, это Раф Эпштейн, это «Ароха шульха» называется книга. Значит, на самом деле практика, насколько я вижу, чаще склоняется к «Ароха шульха». Хотя они похожи по закону, потому что оба польских источника, поэтому обычаи там вот такие, но тем не менее. Итак, у него, он длиннее, он удобнее, вот почему, он длиннее шульханаруха, поэтому он удобнее для понимания ороха шульха. Так, принято крышу суки делать легкой, чтобы видны были кохавэйхама, солнечные звездочки, виденные сквозь нее, а также звездочки ночные. Но если кто-то читал комментарий к шульханаруху, он может понять, что звездочки солнечные – это очень хороший образ, но у вас ветки лежат на крыше, сквозь них блестит, солнце просмотрит днем. И как бы днем там такие звездочки в крыше должны быть, это дневные, это солнечные звездочки, понятно. То есть свет проникает днем. И также ночные звезды, значит, и тут объясняется, что дневные солнечные звезды – это проблески солнца. Если сделан не так, то несмотря на то, что она толстая, как дом, даже если сквозь нее не проглядывает солнечных звездочек, то она годна. И далее следует длинное объяснение, кто из комментаторов прошлого что по этому поводу думает. Но основной источник по поводу прозрачности суки состоит в том, что многие думали, как рабы, но там, что все-таки, если вы сделаете крышу соломенную, как и там, в голландской или русской деревне, так что она будет непромокаема абсолютно, то тогда медраж, вот эта известная дража по поводу дождя, который льется в суки, окажется нерабочей. По этому поводу, например, рабы, но там считают, что сука должна все-таки быть промокаемой во время сильного дождя. Шульхана Руха это не упоминает. И автор говорит, чтобы паштут, если бы сделали как угодно плотную суку, то она все равно каше. Хотя, ну, в общем, он считает, что лучше делать легкую. Я говорю, что народ делает легкую, и я, как обычно, не отклоняюсь, чтобы там не говорило слово «галахи» от того, что делает народ, и считаю, что народ делает в таких случаях правильно. Значит, это первое. Второй был вопрос о гемарии, про народов мира, которые строят суку. Да, и не смогли в ней усидеть. И ссылка идет на трактат Абададж Джара, третий лист в начале. Беда в том, что вот так вот ответить на одной ноге то, что там написано, я прочел. Потом еще раз прочел. Потом с комментаторами прочел. Потом на бумажке все расписал. Потом понял, что рассказывать я не буду, то, что там написано. По одной простой причине. Это целый урок. Дело в том, что там идет больше страницы. А страницы Талмуда – это очень много. Там больше страницы идет обсуждение отношений народов мира и народа Израиля. Причем все это одно цепляется за другого. Там очень длинный, очень прихотливый диалог. Потому что, причем построенный в виде аргумента и возражений. Причем начинается, например, он. Он начинается с известного места, который несколько разных вариаций на эту тему много, где Памуде есть. По поводу замечательных царств типа Рима, которые построили бани и рынки. И за это надо быть благодарным. На что следует ответ, что они построили бани и рынки для того, чтобы ублажать себя. И, в общем, чего хорошего. После этого говорится про Вавилон, который построил дороги, мосты, ну и еще там много чего, общественных тех сооружений. На что говорит, ну это они, чтобы налоги собирать. Кстати, обратите внимание, как культурная страна, что если Рим в Талмуде идет как страна победившего гедонизма, то есть любви усложать себя, то Вавилон идет как страна такая немецкая. Куча общественных зданий. Значит, и говорится, ну они, чтобы налоги собирать, это делают. Они при каждом мосте ставят страшно, чтобы собирать сборы. Мостовые сборы, они еще известны. Но, кстати, в смысле общественного устройства, конечно же, персы бьют римлян на так абсолютно. То есть она в этом смысле куда более цивилизованная страна, чем даже Рим. Тут нельзя не признать в смысле устройства. Хотя, конечно же, Персия никогда не была республикой, а была всегда поталитарной, строго поталитарной страной. А Рим все-таки республика, ну, в эпоху Талмуда. При этом в смысле уютства жизни персы, конечно, бьют римму. В смысле они куда более чистые в этом смысле. Но это в те времена. Это удивительно, насколько они меняются местами, потом поменяются. И там, когда доходит дело до вот этой истории с Суккой, то там идет действительно безумно любопытная история. Там как раз то самое, это на самом деле тот самый комментарий к концу книги пророка Захарии про Суку. Когда говорится в начале, там дальше идут все народы, принимают торы, там длинный договор, разговор туда-сюда причем. И на всякие утверждения о том, что народы плохие, следует контраргумент, то есть там ничего категорически не говорится. И там вот эта история с Суккой появляется совершенно фантастическим образом. Там рассказывается Медраж про то, что когда уже времена кончатся и народы станут просить награды, то им все время отвергается то, по той причине, по той причине. И кончается тем, что они говорят, ну давайте мы будем выполнять заповеди. Говорят, что время кончилось, время заповеди кончилось, Олам Хаба, как бы уже, какие заповеди. Тогда они говорят, ну все-таки уговаривают и просят вот эту заповедь какую-нибудь, ну хоть что-нибудь исполнить, и им предлагается посидеть в Сукке. Вот здесь появляется вот эта тема. Причем брать внимание, что эта тема появляется как как бы митсва экстра. То есть, когда уже делать нечего, когда уже не нужно, ну давайте все-таки попробуем. И там дальше следует действительно вещь, которая вызовет изумление. Я еще раз повторяю, это тот самый комментарий к книге Захарии. В конце, вот который мы в прошлый раз говорили, по поводу в Суккот будут приходить народы в храм. Да, значит, и там, и в общем, и тут во время Суккот начался страшный жар, и народы ушли. Ну что говорят, вот видите, вы это выполнить не можете. На что следует ответ, что вообще-то евреи тоже во время жара выходят из суки. По причине того, что если в Сукке жить неудобно, то, собственно говоря, и высидеть мне не должны. То есть, как бы претензии непонятные. На что следует фантастический совершенно ответ. В стиле евреи выходят с сожалением, а народы вышли без сожаления. То есть, я хочу обратить внимание на эту деталь. То есть, там как бы то, что они не смогли в них сидеть нормально, евреи в них сидеть в таких случаях не должны. Но дальше следует, ну, любимая тема Крескоса, Равахиздая Крескоса, по поводу того, что награда, она сопряжена, награда за исполнение заповедей, сопряжена с радостью сердца, какой человек исполняет заповедь. Начинается вот такая любимая тема, она, это именно Крескоса тема. Чуть ли не единственного, кстати, кто об этом говорит. Поэтому, опять, углубляться в это, эта тема, вы видите, она безумно сложно закручивать. И обратите внимание, что Амут возражает сходу на этот аргумент. Евреи не должны знать, что следует вот такое. Поэтому я опять, вот я просто упоминаю, не будущее. Это длинный разговор, причем довольно любопытный, но длинный и технический. Значит, дальше говорилось две темы. Одна из них действительно Ковчег как Тайватнох. Ой, извините, Сука как Тайватнох, как Ковчег Ноя. Я знаю, откуда это идет. Ситуация выглядит так. У Хида, храби Хайма Давида Азулая, человек безумно популярен. Очень много книг. И замечу, вот в хорошем сифардском доме, его портрет обязательно на месте. Именно вот его. Его роскошная по благородству внешность. И он безумно популярен. Он ясный человек, он интересный. Но одно из его, в одном из книжка, и он упоминает следующую вещь. Что Сука подобно кораблю. В том смысле, что пассажир корабля плывет и ничего не делает. Ест, пьет. И в то же время находится в путешествии. Вот точно так же. Сука – это такое место, где человек ест, пьет и вроде бы просто живет, но в то же время выполняет заповедь. То есть это не символ спасения. Это чуть-чуть другое. Это действительно гениальный образ. Он мне нравится. Правда, не совсем так, как его использует сам Хида. Вот именно в этом аспекте. То, что я говорил, что Суккот – это в временном аспекте само путешествие, но не о цели и не о начале путешествия. Я не сказал, что бессмысленно путешествие, но вот оно такое. Оно как бы ценность, самоценность путешествия. На самом деле действительно Суккот, как путешествие пассажира на корабле, оно похоже, потому что когда пассажир, где осмысленно место отбытия и прибытия. То есть когда пассажир поднимается на корабль, когда сходит с корабля. А во время путешествия, о цели путешествия должен думать капитан, шкипер, кто там еще у нас есть на корабле, кто этим занимается. Матросы, может быть, должны как-то это понимать. Это их проблема. А пассажир, он плывет, он ест, пьет свое удовольствие, но он путешествует. Но при этом он абсолютно бездельничает. Такое путешествие, вот мой папочка говорил, что папочка любил ходить в походы, но при этом говорил, что он предпочитает походы, которые несут его, а не он несет вещи. Поэтому лошади, лодки, что-нибудь такое, чтобы не тащить. Так вот, путешествие суки, вот сука, как корабль, оно – это именно путешествие. Опять, не в том смысле, в котором я автоматически, когда слышу слово «тайва», но я автоматически начинаю думать как средство спасения, закрытие, уход в убежище, подобные вещи. На самом деле нет, конечно же. В данном случае сука, как «тайва» – это, безусловно, идея вот такого путешествия праведников еще к тому же. Потому что это, ну, понятно почему. Значит, и я еще хочу сделать одно замечание, оно не прозвучало в прошлый раз, но я хочу его сделать. Это еще один важный момент, что сука… Вообще есть одна загадка в истории с сукой. И на самом деле все комментарии мудрецов, они построены с этой загадкой. Там, где сказано, почему надо жить в суке, в Туринге. Там сказано, живите в шалашах. Чтобы понять, откуда берется слово «куши» в русских переводах? В русских переводах «куши» слова давно уже нет. Значит, «в суках живите семь дней, все урожденные в Израиле живут в суке, чтобы знали поколение ваше, что в суках поселил я сынов Израиля, когда вывал их из земли египетской». Я хочу заметить одну важную вещь. Я вот слово «сука» через книгу царей просто сказал, что армия живет в суке, там, где уриситянин говорит это. Поэтому это как бы военный пахнет. Но я хочу заметить одну вещь. И одно замечание, которое я просто пропускал мимо ушей, совершенно напрасно. Почему полезно хороших комментариев читать. Раби Давид Цвигофман обращает внимание на одну вещь, что вообще-то во всей Торе, во время путешествия по Египту, народ Израиля живет не в суках, а в шатрах, в Оголине. Совсем другое слово. Сука нигде не упоминается в хумаше, кроме как все здесь праздники. Поэтому если бы было сказано, что в палатках живите, я бы понял, что в шатрах живите, а сказано – в суке. И, собственно, отсюда все толкования наших мудрецов, что сука, о которой идет речь, это облака славы, которые покрывают сверху, связаны ровно с тем, что слово сука в хумаше не появляется как место проживания славы Израиля в пустыне. Ровно по этой причине. По этому поводу они понимают слово сука совершенно по-другому. И это надо иметь во внимание, и огромное количество комментариев связано именно вот с таким небуквальным пониманием слова сука и смысл суки, как напоминание об облаках славы и так далее, я сейчас не буду говорить. И последнее, что спрашивали, это Суккот и Швиниоцерет как Чува. Это очень длинная линия, которую я просто не задевал и не обсуждал. Эта линия любима в последних поколениях эту тему очень активно всегда разбивал последний любовеческий рэбби Рабин Мендель Шнэйрсон. А именно Чува семь дней слихот перед Рошашана, Асерафимей Чува, Йом Кипур. А потом есть еще одна возможность, дополнительная опция сделать Чуву, только теперь уже через радость, а не через покаяние. То есть это Чува уже в другом совершенно аспекте шалаши, букеты и симхэстойры Шминяцерет последний дни суть. Вот когда уже веселье полностью прорывается, это уже Чува через веселье, это мысль, вот эта линия комментария, я просто ее, ну никак в прошлый раз не трогал, эту линию, потому что ее надо целиком аккуратно проводить и развивать. Это просто вопрос, я отвечаю. Но, по-моему, я почистил хвосты. И теперь давайте мы перейдем к теме заявленной. Значит, мы говорили о книге Кагэлот. Еще раз. Ну, те, кто меня знают, уже знают, что книга Кагэлот – это просто такая любимая книга. И про нее хочу сказать, что она – это книга для медитации и для раздумывания. И очень неудобная для рассказа с комментарием. Она неудобна. Ровно по одной и очень важной простой причине. Автор пытается, автор бродит по всей, вот, по жизни. И он непрерывно делает такие же круги и мысли всегда круга. Я видел какой-то на русском комментарии, я не помню, чей он. По-моему, он автор из русских рыбаним писал. Длинный-длинный комментарий, где пытался приписать автору диалектическое мышление, что в книге всегда есть теза и антитеза, и где-то ее решение. Так вот, классическое диалектическое построение. Я не верю в это построение. И я могу сказать даже почему. И тут сейчас я напомню одну простую вещь. И буду исходить из некоторой вещи, что собравшиеся что-то в книге Кагелет читали, что-то из нее помнят. И вообще, ну, все читали и думаю, что на самом деле книга Кагелет, тогда Экклезиат, была первой священной книгой, которую я читал, ну, вот, читал именно как восторг. И я помню тот юношеский совершенно подростковый восторг, потому что эта книга на подростков действует, как, я не знаю, как Валерьянка на кошку, по-моему, она приводит в восторг. Причем замечу, что я удивился впоследствии, что Талму, когда говорит, какие книги Шламон написал, в каком возрасте, среди всего прочего, говорит одна из версий, что как раз в молодости написано Кагелет, потому что это свойственно подросткам говорить, что весь мир – ничто, «Более зрелые люди» не столько категорически, вот, в осуждении. Такой вот милейший пассаж Талмуда по этому поводу, который не может не восхитить. Но действительно на подростков книга действует совершенно. Поэтому вот эта подростковая любовь, она все-таки сохранилась навсегда, хотя обсуждение книги безумно сложно именно по одной простой причине. Автор, вот как он вначале говорит, «Ходит, ходит к ветер, и на круги свои возвращается ветер». К югу поворачивает, к северу кружится, кружится, движется ветер, на круги свои возвращается ветер. Вот это непрерывное кружится, кружится, возвращается слово «руах». В данном случае сам автор проделывает абсолютно то же самое. Он просто ходит кругами и вполне сознательно, ну, сознательно как автор, я имею в виду, ходит кругами. В результате вот такого кружения, кружится голова у читателя, и он просто никак не может понять, к чему автор ведет. То есть обычно более-менее понятно, в каком, ну, хотя бы жанрах книги. Это проповедь, это призыв, это пророчество, ну, в библейских книгах. Это рассказ. Книга Кагала в смысле уникальна. Она ничем этим не является. Это не проповедь, это не пророчество, это не рассказ. Это, вот теперь, это что? Это не дима, это не стихи, это, это что? Вот это, вот это что, вот попытка ответить на самый простой вопрос, это что за жанр, уже это заставляет замолчать и задуматься. Ответа, вот простого ответа на этот вопрос у меня нет, а если бы он был, я бы его знал, называется. Я его, этот ответ не увидел на этот вопрос. И это уже удивительно. Тем более, если на русском эта книга столь сногсшибательна, то на иврит она еще более сногсшибательна. И передать то, что происходит в иврите на другие языки, практически невозможно. Я как-то с некоторым удивлением читал исследования по поводу не является ли источник или какой-то иностранный язык. Я был потрясен даже идеей, что это может быть иностранная книга, просто потому что в ней столько игр слов и столько фокусов именно словесных, которые являются инструментом рассказа автора, что просто предположить, что это перевод невозможно, потому что такие игры переводчики просто не могут, не в состоянии повторить. На других языках этих, эти игры невозможны просто. И если какой-нибудь автор начнет попытаться так сыграть, у него не выйдет ничего. Фокус в том, что автор книги Кахеллет, он регулярно одно и то же слово использует в разных смыслах и при этом разные слова использует в одном смысле. И для того, чтобы продемонстрировать это, я посмотрю, у меня здесь таблица, по-моему, где-то была, если я ее не закрыл, эту таблицу. Нет, это лишнее. Это не та таблица. У меня была таблица здесь, вот она, где ключевое слово, выписаны все цитаты, где приведено ключевое слово книги, это слово Гебель. Слово Гебель в самом начале книги, которое начинается просто вот, ну, просто заголовка, слова Кухелл, это сына Давида, царя в Иерусалиме. Сын Давида, можно понимать, как потомок Давида, это может быть династия Давида. Я не собираюсь сейчас анализировать, кто автор книги. Это может быть, ну, во-первых, у Давида много сыновей, но царем в Иерусалиме был один, а это Соломон, конечно же. Поэтому, если бы это понимать буквально, то это, конечно же, Соломон. Но это может быть другой какой-то царь из династии Давида с таким же успехом из этого. Ну, вот, Бен Давид не обязательно. Посмотрите, например, Шаул, вот когда родословие Шауля, там куча пробелов, или родословие Мурдыхау, там Бен, 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 Юмин, Бен Юминя, то есть там просто идут пропуски регулярно, поэтому Бен регулярно может означать династию, просто обозначение династии потомок. Вот, но это нам не важно. Начинается книга с того, что переводится уверенно на все языки оборотом в стиле суета-сует. Сказал Кагала, суета-сует, все суета. Вопрос, вот это ключевое слово, оно будет повторено еще многократно. Вот это слово «хэвэль», и оно на русский переводится «сухита», и правильно переводится по смыслу. Я не собираюсь… Что вы говорите? Пар, пар. Я не уверен, что это пар. В чем проблема? И вот таблица, которую я упомянул передо мной, я вам покажу ее. Давайте я покажу ее, чтобы было шерсть. Сейчас я ее расценю у себя. Сейчас я покажу эту таблицу. Она может быть шерсть-скрин. Так, не получается. А, все получилось. Значит, видно, да? Да, вполне верно. Я, значит, в этой таблице созбраны все стихи, где упоминается слово «хэвэль». Вот можете посмотреть просто размер этой таблицы. Вот просто все стихи. При этом разными цветами подчеркнуты разные обороты. Есть стандартные обороты, есть несколько стандартных оборотов, как это выражение, как слово «хэвэль» употребляется. Желтым цветом выделен пассаж «гаколь хэвэль» в «урэ у трох». На русском «Все суета и погоня за ветром». Ну, если точно, то, что хочет автор, вот тот, кто перевел, это сказал, кто перевел у нас. По-моему, я не помню, кто переводил. «Симпсон Митбари». Ну, тот, который в издании «Масада Рафук». «Суета», значит, он исходит из слова «рэут», как «роэ», «пасти ветер». Вот буквально, если буквально перевести с иврита, то, из чего он исходит из такого понимания. Вот желтым цветом вот это «рэут рох». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раз стоят рядом гэвэль вэрэут рох. Интересно, почему они стоят рядом? Ответ будет удивительным. Связано это с тем, что сказано в книге пророка Ишаягу. В книге пророка Ишаягу есть следующий пассаж. Когда ты закричишь, пусть спасут тебя собранные тобой идолы, всех их, кулам, ясар рох, яка гэвэль. Всех их унесет ветер, умчит, заберет дуновение. Правильно переводят здесь и фон. Оба! Оба! И тут вдруг мы понимаем, сейчас я уберу шире, значит, и тут мы понимаем совершенно удивительную вещь, что слова рох и слова гэвэль, они приблизительные синонимы, но приблизительные между ними есть разница. Рох это, если мы говорим о земле, это ветер, гэвэль это дуновение. рох это то, что вот теперь возвращаемся к началу книги. Значит, идет на юг и поворачивает к северу, кружится, кружится, и ходит руах, ветер, и на круги свои возвращается ветер. Ветер это то, что там в девятой главе повалят деревья, да, то есть ветер это ветер, это сильный ветер. А гэвэль это дуновение, не пар, дуновение. Вот ветер валит деревья, а дуновение ощущается, но следа не оставляет. Сказать, что это суета не совсем правильно. Я понимаю, что одновременно на это слово оно слишком, вот в смысле, если пытаться установить корень его, это нереально, слишком много всего возможного. Здесь, безусловно, корень бэль, бала, истреповаться, исчезать. Амортизация, блай, в современном языке, амортизация, да, амортизация, но вот когда в финансовых расчетах учитывает, насколько вещь пользуется, и ничего не случилось, но все-таки ей пользовались какое-то время, она уже стала похуже качеством, пониже качеством, вот это блай называется, истрепли. амортизация. Вот. Это вот здесь же одежда бала, это ветхая одежда стала. По этому поводу гэвель, это может с таким же успехом что-то пропадает. Значит, но вот гэвель, как дуновение, которое ощутимо, но бесследно. Поэтому слово пар, да, есть одно из значений, слово гэвель, кстати, гэвель, это пар, но тогда вы вынуждены опять его связать с словом рох, вот что опять надо обращать внимание на ивритские связки. Все три слова, обозначающие слово душа, иврит, все три связаны с дыханием. Это вдыхать, выдыхать и пар, выходящий, и ветер, дуновение выходящее изо рта. Рох, пэ, речь, да, но это дуновение выходящее изо рта. Рох, а пэй, на маше, маше, хаше, дыхание у наших маше, хаше, мы все мы повторяем все время машех, такой мечтательный выдох машех, вот что про ха пэй, на маше, а ха шэм, это вот этот оборот. Но тогда гэвэль мы должны притянуть в эту же линию. И опять это будет связано с душой, только душа, которая, ну вот если перейти в греческую поэзию, бесплотный тенью проходит над землей, дуновением, вот если рох, это как про Игошуа говорится, иш ашар рох бо, человек, которым дух, который может повести, который может отразиться на других, то хэвэль это тоже, конечно, рох, но он есть, он ощутим, но можно не считаться. Так вот, книга начинается на самом деле с того, и она кончится что как бы в частной жизни, в своей жизни человек, у него рох, у него а вот если смотреть глобально, то человек это дуновение, и об этом будет плач автор во второй главе, о том, что все, что я сделал, а я построил райский сад, вторая глава рассказывает про то, что Кхэлот построил рай, ну, значит, просто передо мной иврит, но, значит, я делал большие дела, строил дома, я строил дома, сажал сады, делал парки и продасти имплантации, я посадил на них, может быть, это на самом деле конкретные деревья отличаются, я насадил на них деревья, дающие всяческие плоды, я делал беркот, я делал фонтаны, но бассейны с водой, чтобы, это самое, или пруды, чтобы орошать, и чтобы орошать из него лес, цветуя растущих деревьев, я купил рабов и рабынь, и у меня было множество домочадцев, вы слышите райский сад, да, четыре реки, которые выходят из райский сад, и четыре реки выходили из райского сада, и там были работники в лице Адама и Евы, то есть райский сад полностью всевозможных это самое, деревья, и собрал золото, серебро, и побрякушек царских, это уже другой отрывок, дело в том, что про райский сад есть еще отрывок в Ехэске, или где как раз говорится про золото, ну, кстати, золото той реки хорошей, вы меня извините, это в рассказе о райском саде есть золото, то есть это рассказ про, что я построил райский сад, райский сад, причем, причем вот совершенно откровенно, то есть не заметить в этом, что я царь построил рай, ну, такой частный рай, это очевидно, и отсылки к рассказу о райском саде здесь очевидно абсолютно, но кончается это тем, что я отвернулся от всех дел, которые делал своими руками, трудами, которые я трудился, и вот все это хайвель, все это дуновение, вэрэуд, руах, и рэуд, это может быть желание духа, кстати, если хотите, потому что рэуд еще одно из значений, тот, кто помнит иврит, возлюбий ближнего, как самого себя, вагавтал рэхакамоха, рэа, это друг еще, в рамейском раа, рэш айн, корень, это раца, тот, кого ты хочешь, приятель, да, поэтому аналогия из арамейского не полезна для иврита, потому что все-таки одна группа, причем такие близкие очень соседи, то есть не просто группа, в конце концов в этой группе есть еще язык этих самых, эфиопский, который со слуха даже письменно плохо понимается, ну, я имею в виду теми, кто знает арамейский иврит, все равно не воспринимается, нужно думать, арамейский иврит очень близкий, действительно, язык. так вот, желание духа, да, это дуновение и желание духа, вот так вот. Почему дальше объяснение, что все это пропадет? дело в том, дело в том, вот, что происходит в этой книге? В этой книге происходит вещь, которую не сразу обращаешь внимание, просто должны быть ключевые слова. Значит, и так, вроде бы, мы разобрались, что вот это гэвель, которая там, я как-то, смеясь, предложил переведить о эфемерности бытия, но, безусловно, это здесь есть, безусловно, эта сторона вопроса есть, но, слово эфемерность ставит в КГЛ, это будет сильно, это как ребрендинг, там вот, так же на месте. Значит, но вот это жизнь, как, жизнь ушедшая, как, тень, как дуновение, она здесь может быть. Я хочу заметить еще две вещи, которые надо замечать, и которые без этого смотрите, суета, сует, я не знаю, как в старом русском языке, потому что я хотел бы посмотреть, как в старом русском языке, но я не буду этим заниматься, я все-таки не филолог, русское, словесность далеко очень. Как раньше понималось слово суета, это же надо понимать, что в разные времена это по-разному немножко бывало, и надо посмотреть раньше, оно так же, как сегодня понималось, или так. это не суета, безусловно, слово это не суета, это никто не понимает, как суета, а все понимают, как, либо, то есть, может быть, и суета, но в смысле бессмысленность, бесследная бессмысленность. может быть, чета, чета, Нет, нет, хорошего слова нет, поверьте. Все? Чета. Чета. Ты чета. Я понимаю, чета, но чета, да, по-русски? Я неправильный на гостальное горение. Четный. Бессмысленный, но четный, то есть. Чета или чета, кто правильно, как правильно горение стоит? Чета, мне кажется. Чета, это просто одно и один корень. Ну, да. Выкидишь еще Эвель-Пи, нет? Эвель-Пи. Эвель-Пи, это просто... Да, я же упоминаю, вот это дыхание, дыхание, вот я говорю, что слово дуновение, в этом современном еврейе, это просто чушь. В этом современном это просто чушь. То есть, тогда надо длинный оборот придумать с дуновением. Я говорю, это слово не переводимо на русский язык, и ни на какой другой не переводило. Просто потому, что в нем очень много спрятанных условий. Я хочу заметить, что автор знает, что делает. И вот почему. Я понял. Пар есть такое, еще раз, есть огромное количество медрашей, построенные на понимании слова Эвель как пар. На самом деле, исходное вот этот пар, он вот изо рта на холоде выходит пар, точно так же пар выходит из-под котла. Например, Хавель Гавеллим, вот этот первый, суета-сует, то, что переводится, это стандарт наших мудрецов. Семь раз Гавель, если множественное число, то это два. Значит, во втором стихе Хавель Гавеллим сказал Кагелот, это три раза. Один раз единственное число, один раз множественное, это три. Хавель Гавеллим, повторил он это еще три. Какой Гавель, седьмой раз. Семь раз Гавель в начале книги. Ну, стандартный счет мудрецов. И дальше они говорят, какой Гавель? Если первый пар, который идет над кастрюлей, то ешь бомомаш, в этом есть что-то реальное. Но если над ней поставить вторую кастрюлю, чтобы вода нагрелась от пара идущего из нижней кастрюлю, то там вода тоже как-то нагреется и от нее тоже пойдет пар. И этот пар тоже ешь лобомаш. Так над ним мы поставим третью кастрюлю. Ну, котем кастрюлю. И от нее тоже пойдет пар. И так семь раз. Так вот, то, что пойдет из седьмой кастрюли, это и есть Гавель, который в книге Кахель. То есть они то же самое, вот обратите внимание, мы говорим и мудрецы, я же, когда говорю такие вещи, я же тоже всегда держу в голове то, что мудрецов тоже нахожусь под влиянием их понимания. Вот это дуновение, которое есть и нет, мое понимание куда мягче, чем понимание мудрецов, я хочу вам представить. То есть оно жестче с одной стороны, потому что дуновение это как бы это сказать, относительно действительности это вещь страдательная, да, дуновение это то, что дано мне в ощущения, а пар это то, что реально есть. То есть как бы мое понимание еще более ну оно пожестче по-моему, чем мудрецов в смысле еще меньше мамаш вот это слово мамаш мамаш это вы же сами понимаете, что корень там пощупить, да, ибо мамаш нечего слово хорошее, но это вот неощутимо, да, по-русски довольно точно так вот Гэбель это вот так дуновение фокус вот еще какой автор вот когда я сказал, что автор где находится автор давайте теперь где находится автор находится вот он вот одно из основных слов вот если применить частотный анализ книг то вам предповерите просто проделать то одно из самых распространенных слов которые есть не указалось это слово шемеш солнце я вначале это очень спокойно к этому отнесся пока все-таки еще внимательно не посмотрел на самом деле основное слово там не шемеш основное слово которое там порядка 30 раз упоминается книга хел это тахатха шемеш это подсолнце солнце вот не тахатха шемеш а солнце таковой шемеш оно упоминается всего 4 раз во всех остальных случаях то есть 30 с хвостиком это подсолнце Опять, любой комментатор, кого вы не откроете, вы сразу увидите это, что под Солнцем это в нашем мире. То, что Аристотель и греки сказали, вот под луной, под лунный мир, а у нас подсолнечный. Есть одна тонкость во всей этой вещи. Дело в том, что если вы проверите, хотите, проверьте сами. Вы найдете все Тахад Гошемеш под Солнцем, вы обнаружите, что всегда это слово сопрягается с дела под Солнцем и труд под Солнцем. А еще я увидел под Солнцем. Будут всегда вот такие обороты. Вот давайте для иллюстрации те четыре случая, где Солнце не под Солнцем, а именно Солнце как таковое появляется. Значит, о несчастном человеке, который всю жизнь трудится, пытаясь накопить, про него сказано, его несчастье, описано оборота Шемеш Лораа, не видел Солнца. И преимущество в другом месте, и преимущество Лороэй Шемеш, тем, кто видит Солнце. И когда говорится, как приятно жить, как хочется жить, говорится, как прекрасно Лирот Ад Гошемеш, видит Солнце. И когда описана смерть, то говорится, кихшах Эд Гошемеш, по гаснет Солнце. То есть Солнце, вот теперь, вот внимательно, вот когда в таких случаях, когда греки говорят подлудный мир, то они имеют в виду мир возникновения и уничтожения, и ничего хорошего они не имеют в виду. Когда дело переходит в разговоры про подлудный мир, то там всегда мир страданий, несовершенства и так далее. У Кагэл это нет. У Кагэл это оборот Тахат Гошемеш, у Шемеш, у Солнца, есть одно огромное достоинство. Под ним все хорошо видно. Тахат Гошемеш это под фонарем. Это то, что позволяет разглядеть все, что происходит. И при этом, обратите внимание, видеть Солнце – это прекрасно. А не видеть Солнце – это вот эта смерть. Три оборота. Видеть Солнце – это всегда, это хорошо. Это живое. По этому поводу Тахат Гошемеш, когда вы говорите, это не имеется в виду ниже Солнца. А имеется в виду под светом Солнца. Под прожектором Солнца. Это вот такое. По этому поводу наш мир, он как бы освещен Солнцем, и под этим все это видно. По этому поводу… Вот здесь начинается то, ради чего это Солнце появляется. Главным словом книги Кахеллах являются еще два слова. Одно из них – это слово «я», «они». Вот это полная неожиданность. Вот это то, чего не замечает. Причем я замечу. Я считаю слово «они» сказанное прямо. Есть еще ведь огромное количество раити, вот этих глаголов с первого лица. Где это «я» спрятано за глаголом. То есть «я» в книге Кахеллах – это просто некоторый центр книги. Это самое главное слово, в смысле количество. Вот для сравнения, книга Соломонова цикла, книга Мишлей, притча «Царя Соломона», там слово «я» появляется в «Песне мудрости», «Я мудрость». То есть это не авторская, это «Я мудрость», это поэтическое такое. «Я», причем это «я» несуществующее, в смысле, в котором нет мамаш, в котором нет ничего. «Я мудрость». И там несколько раз повторено вот это «я» в «Песне мудрости». И еще раз за три слова «я» появляется всюду в уничижительном смысле. В самом уничижительном смысле. А в книге Кахеллахце наоборот. «Я» является главным словом. И на самом деле это «я» это не эгоцентризм. Эгоцентризм. Вот не «я» и вот когда там русские говорят, то обычно говорят «я», 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 «я то-то-то-то-то». На самом деле нет. В книге Кахеллахце слово «я» используется чуть-чуть по-другому. Оно на самом деле несколько смягчает высказывание. Автор всегда говорит «это я вижу, я так воспринимаю». То есть это оговорка с моей точки зрения, с моего видения. Иными словами, книга Кахеллах имеет в себе одну очень важную деталь. Она откровенно предупреждает, что это субъективное восприятие. То есть речь идет о мире, который описан в первой главе, мире, в котором автор что-то делает, но при этом мы смотрим на мир субъективным, то есть со своей точки зрения. А вот теперь, как только мы вот так расположили мир, то становится кое-что помимо. В первой главе автор высказывает свою вещь, которой и греческие философы бы обзавидовали. Потому что это нельзя войти в одну реку дважды, да, Гераклит, по-моему. Автор высказывает другую мысль, что нельзя войти не в одну воду дважды, а в одну реку можно войти. Говорит про то, что мир меняется, оставаясь неизменным. Вот куда более сильное высказывание, оно действительно интересно, потому что все реки идут к морю, но море не переполняется. А реки, дождите, у них вода должна кончиться, а то это не кончится, реки продолжают течь. То есть вот капельки идут, капельки идут, а река та же. Ветер ходит кругами, но ветер тот же. Солнце сходит и заходит, то же самое солнце. Поколение уходит, поколение приходит, поколение, в смысле, люди те же. Вот это представление о мире как о чем-то динамично-статичном, если в стиле Пинха-Саполонского выражается, то есть неизменно меняющемся, но при этом мир неизменен и все время меняется. Вот эта причина, вот этот зачин, все время меняется, является как раз тем, над чем страдает автор. Вторая глава, вот это построение райского сада. Я построил райский сад, но мир, я изменил мир? Нет. Мир останется прежним. Мир справится с райским садом. В мире останутся горы, реки, ветер, а мэрэйский сад исчезнет. Субъективно. Ничего. Дуновение, если говорить о масштабах земли. Вот эта субъективность автора, она очень важна для книги Кахэлла. И она проявляется в конце книги, когда автор говорит о смерти. Двенадцатая глава – это весьма мрачное описание, поэтичное, красивое, поэтичное описание смерти, старости. В начале, извините, не из смерти, а из смерти, а из смерти. В старости пока не погаснет солнце и свет, и луна, и солнце, и облака затянутся дождем. В день, когда будут дрожать руки, ну, я перевожу с поэтического языка просто, и исчезнут зубы жирноватым. Там все довольно красиво, поэтично. И исчезнут те, кто глядит в окна, пока снять зрение, и закроются. И вот уже закрываются двери на улице, и исчезает голос птицы. И ямки кажутся, кочки кажутся горами. Ну, дальше я это довольно веселый, на многок сексуального плана идет. И рассыпется серебряная нить, и откатится золотая каша, и разобьется кувшин, и откатится колесо, и прах вернется в землю, чем он был, а дух вернется к Богу, который его дал. Хавель хавелим, амар кагелот. Что в этом описается? Вот теперь вот почему я еще раз возвращаюсь к этому описанию. Старость книги Кагелот, она субъективная. В каком смысле? Вот старость в книге Тхилин многократно упомянута. И это счастливая старость. Это человек окруженный детьми. Это человек в своем доме. Это человек в своем саду. Счастливая старость – это старость в семье. В книге Кагелла, даже если у описывания старости есть семья, человек остается одиноким. Вот эта субъективность книги Кагелла. На самом деле, еще раз прочтите ее, и вы обнаружите, что герой, хотя и говорит, что двум лучше, чем одному, потому что если споткнется, второй поддержит, и вдвоем теплее спать, а тройная нить не скоро рвется, то есть как бы он за социальную жизнь, за коллективную жизнь. Тем не менее, он нигде не живет с людьми. У него нигде нет друга. Он один. У него есть собутыльники там, кстати. У него есть фонд там в одной из частей рассказывать про то, что он работает, причем, будучи чиновником высокого ранга, значит, работает с людьми. Тем не менее, он один. Вот это довольно любопытный момент. Вот при такой постановке вопрос, когда в мире живет человек один и думает о себе одно в мире без окружающих, тот самый мыслит, значит, существует в запертой комнате, где никого нет, это вот такая вот попытка мыслить идет здесь. то получается то, что получается. При этом, вот я хочу заметить еще одну вещь про книгу КХЛ, которую надо помнить. То, что у автора есть, вот что есть у автора, кроме я. Я – это рассказчик. Я – это тот, кто видит. А вот, я забываю, что это не тот, кто живет, а это тот, кто смотрит на все, на это со стороны. Вот теперь вот, когда я говорю с том, субъективность, он смотрит на все на это как бы со стороны, в том числе и на свою жизнь. А в жизни, а от жизни все получает. Две других части тела. Одна часть называется сердце, а одна часть называется роах. Дело в том, что автор проделывает одну любопытную вещь. У него слово роах, которое переводится в зависимости от настроения, в зависимости от контекста всех переводчиков. В одном случае ветер, вот как в начале, а в другом случае дух. Например, кто знает, душа животных опускается в небо и поднимается ли душа человека в небо. А вы меня извините, но там и там стоит слово роах. И не то, что автор не знает других слов, он три раза употребляет слово нефеш. Он знает слово нефеш. Я вас уверяю, что он знает слово нашама тоже. Тем не менее, он хочет слово роах. И это сознательно. И это хорошее понимание, что делать. Ну и третье значение слова роах – это темперамент. В таком смысле тоже употребляет это слово. Темперамент не в смысле этого самого Гиппократа, а темперамент в смысле состояния. Гневное, буйное. Диапазон реакции. Оно так-то нахи употребляется многократно. Но он специально все сваливает в одну кучу. Зачем я скажу? Затем, чтобы читатель в какой-то момент вдруг додумался, что роах, о котором он говорит всюду, это один и тот же роах. Вот нельзя посадить ветер в клетку, запереть ветер. Слово «роах» дважды употреблено. Это роскошная шутка. А, извините, дух или душу? Ветер или душу? Чего нельзя посадить в клетку? И что ты имеешь в виду? Что душа все равно уйдет к Богу, который ее дал, как сказано, в конце книги, да? Или ты имеешь в виду, что нельзя заставить дух жить в четырех стенах, а он будет ходить кругами? Что нельзя посадить в клетку? Ветер или душу? Или, я вас уверяю, у автора нет этого «или». Это сознательный фокус. Это сознание, хорошее понимание, что как ветер нельзя посадить в клетку, так дух человека нельзя посадить в клетку. Это вот что. Причем его не может удержать сам человек, потому что придет время, его не можно удержать, потому что он уйдет кружить. По этому поводу, то, с чего начинается книга, идет к югу, поворачивает к северу, кружится, кружится, идет дух, и на круги свои возвращается дух. Вот это фокус кликает. Вот это смысл. Вот теперь, как бродит по миру, ходит ветер, так по миру бродит душа автора. Причем, куда она пойдет, сам автор не знает, сам герой не знает. Это я, но Руах свободен, и он идет, ты не властен над ним. Вот это совершенно фантастическое понимание, которое сформулировано было только в конце 19 века, ну, если не говорить про Равинахвена, который был в начале того века, а так оно было в европейской философии сформулировано в конце 19 века. Опять, Рабинахвен просто, ну, фантастически обогнал в свое время, просто, ну, полвека это еще мало, больше, больше, чем на полвека. Он фантастически обогнал время, именно вот в некоторых вещах. человек не власть над своей же душой. Вот это я, Руах, сам по себе. Я над ним не власть. Он ходит, как хочет. Тогда, когда вы говорите про все дальнейшие противоречия, которые в книге автор, это регулярно делает. Вот смотрите, вот это, дело в том, что одно из центральных слов, которое я тоже считаю, очень важно упомянуть, оно странное, оно неожиданное. это слово шаф, возвращаться. Вот это возвращение, оно по частотности регулярно повторяется. И замечу, в отличие от ветра, который кружится в начале, в конце, кружится и возвращается на круги, то есть не выходит с кругов, в конце прах вернется в землю, в Руах вернется, вернется к Богу, который его дал. Вот это возвращение, оно опять будет. Вот теперь. По этому поводу, когда мы говорим про книгу Кахэлы, вот это просто надо еще раз прочесть, и вы увидите одну простую вещь. Не простую вещь, я не изучаю. Автор ходит кругами, ходит кругами, не потому что он ходит кругами, а потому что дух его ходит кругами, потому что душа ходит кругами. Куда она забредет? Какие дебри? Что ей сегодня видится? Сегодня он преисполнен оптимизмом. В суде, конечно, непорядок, но всех Бог приведет на суд. Это источник оптимизма. Завтра он преисполнен оптимизмом, пессимизмом, наоборот. Вот смотрите, начинается ведь книга с довольно любопытного пассажа. На самом деле, вот что происходит, а теперь я вот попробую сформулировать, может быть, несколько неожиданную вещь, но мне не кажется важным. Я, Кагелот, это, значит, первая часть, первая глава, это обустройство мира, а вторая часть первой главы автор представляется. Я, Кагелот, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я обратил свое сердце, чтобы изыскать и исследовать мудрость все, что делается под солнцем. И это непонятно, дурное дело дал Бог людям или, наоборот, любезное. И дальше говорил я в сердце своем, 16 стих, я вот возвысился и собрал мудрости, братья мои на слово Ассав, собрал, собрал физически, собрал мудрости больше, чем у кого бы то ни было передо мной в Иерусалиме. и сердце мое увидело много мудрости и знаний. Что собрал? Я вам отвечаю. Он собрал книги. Он преисполнен, сейчас я объясню, почему. Почему именно книги? Он преисполнен книжной мудрости. Он в 16 стихе собрал огромное количество свитков, мудрых книг. Он преисполнен книжной мудрости. И тут я обратил сердце свое, чтобы узнать мудрость и знания и умственное бешенство и глупость и понял, что все это ветер. И было много мудрости, много печали и добавляющие знания добавляет скорбь. Ну, я перевожу классикой. Добавляет боль, скорбь, как хотите. Почему книжное знание? предпринимание. И тут я решил оставить это книжное знание и разобраться сам. Вот, что произошло. Получив образование, я сам пошел пытаться понять устройство мира. Ну, коли ты пошел, то дальше это твое путешествие в поисках устройства мира. Чем кончаются путешествия? там, где возвращение. Дуновение, дуновение, все одно дуновение. И больше, чем Кахелот был мудрец и учил знаний, знанием народ и прислушался и слушал, больше того, Бекеш Кахелот хотел Кахелот найти желанные слова и написать слова честные истинные. И вырисов к выводу, что слова мудрецов подстегивают, насаживают аллеи, а те, кто собирают в библиотеке, а собранные в библиотеке даны от одного пастуха. «Берегись, сын мой, делать много книг, ибо это угнетает». Вот это про книжную мудрость. То есть есть книги великие, они аллея, которая куда-то ведет, они подстегивают, но умножать книжную мудрость не надо. Это неправильно. То есть на самом деле вот теперь еще одна вещь, которую мы получили. Вот книга Кагэлот от второй главы и дальше до вывода. Это рассказ про попытку образованного человека отрешиться от книжной мудрости. Посмотреть под фонарем небес, под прожектором солнца рассмотреть жизнь и понять ее. Неклижный образ. Поэтому отсюда вся субъективность автора. Это подчеркнутая субъективность. Потому что мы обсуждаем без книг. Мы пытаемся понять наш мир без книг. Вот это то, с чем мы здесь получили. В результате вот это разрывистое писание, полное противоречие, полностью разрыв. но так жизнь устроен. Попробуйте последовательно описать события жизни, вы увидите, что как-то три единства классического театра не будут исполнены ни в какой мере. Это невозможно. Жизнь не может быть исполнена в рамках классицизма. Три единства единства места времени и героев, да, по-моему. Что там? Этого нет. Картина меняется, обстоятельства меняются, они непрерывно меняются. То есть на самом деле вот теперь можно сказать одну вещь про книгу Кахелет. Книга Кахелет это вот это. попытка некнижного понимания мира. Причем автор обратно не отвергает книги. Говорит, что есть книги вечные, которые надо, которые будут наставниками и которые будут аллеей на пути. Но то, что получилось, получилось вот так. то есть вот что бывает без книжных знаний. Вот что я увидел. Я какой-то увидел. Увидел я, что если отвлечься от всего книжного, то в конце концов, все услышано, бойся Бога, заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек. я думаю, что мораль чуть-чуть другая, чем я сейчас прочел, но я не буду сейчас говорить про эту мораль, потому что это возьмет время, и я не хочу. И все дела Бог приведет в суд за все сокрытое, хорошее, как хорошее, так и дурное. В чем замечу, автор там, так как он говорит о жизни, а не о теории, не будь слишком праведным, но и не греши слишком. Зачем тебе погибать прежде в рейтинге? Без него стыдно. Вот так вот. Как там гениальнейшая фраза, наверное, одна из самых гениальных фраз по поводу субъективности. Сейчас я хочу посмотреть, если я хочу найти. Кто же съест и кто же почувствует кроме меня? Вот субъективность уже запредельная. Кто кроме меня ест, кто кроме меня чувствует? Вот так. По этому поводу книга просто безумно смелая. Она смелая, ибо кладет на бумагу то, что люди либо стыдятся сказать, либо опасаются сказать. Это вот честное размышление. честное поистине. Как вижу, как вижу, так пою. Не объективные, без теории. Вот это то, с чем мы имеем дело. Делать это умным человеком, поэтому читать, смотреть, что с чем сталкиваются, и что и как это должно сочетаться с теориями. Это вот так. Засим я хочу закугляться, потому что и так на полчаса задержал. если есть вопросы, попробовать ответить, но быстренько. Господа и дамы, короткие вопросы. Маленький короткий вопрос можно? Довольно банально примитивно, я извиняюсь. Меня каждый раз поражает, понимаешь, постановка вопроса такая, ребят, вы мне поверьте, я там был, я все это испытал, это ничего не стоит. Хорошо, а как быть тем, которые там не были? Поверить на слово? У которых не было коней, не было дворцов, не было богатств, не было ничего. Не было ничего того, было другое. Ребята, они были. Вот это очень важная вещь. Вот это очень важная вещь. Они тоже прожили жизнь. Попробуйте сыграть в эту же игру, которую Кагелла делает. Вот вы исследуете мир, вы что-то сделали. Кузнец выкопал, ковал подкову и подковал коней. Писатель писал книги, ладно, интеллигентный человек, не хочу про интеллигентных людей. Рабочий копал яму, строитель строил дома. У них были жены, они пьянствовали, они думали как-то. Кто не верит, что алкаши думают, пусть почтет Ведичка Ерофеева. они думали, они прожили жизнь, они были в суде и видели там кривду и надеялись на правду. Они тоже прожили эту же жизнь. Почему вы должны верить кагалу, то примерьте на себя только на свои образцы. Да, царь строит райский сад, а я вчера взял пилу и лобзик и журнальный столик построен из трех досок. И говорю вам, что это ничего не стоит, суета, суета, не берите. Нет, ничего подобного. Я говорю, это потрясающий столик, я в восторге от столика. Но по сравнению с вечностью, но по сравнению с вечностью, я прекрасно понимаю, что когда у меня появятся деньги, этот столик будет суетой, суета, потому что я куплю нормальный. Но сегодня я горжусь, я хочу заметить, я горжусь этим столиком, у меня не было столика, не зачем сидеть, у меня есть замечательный журнальный столик теперь. Послушай, получается, что мы должны поверить Каэл как бы на слово, потому что у нас такого нету, у нас нет такого опыта. Мы должны повторить его путь. Зачем поверить на слово? Попробуйте повторить ему путь. У вас же такой же свободный дух, вы точно так же не можете заключать его в клетку, вы точно так же бродите, вы точно так же видите труды, вы точно так же думаете сеять сегодня или не сеять, куда подует ветер, куда упадет дерево, вы точно так же посмотрите политическую часть, думайте, а не собраться ли нам толпой вдвоем лучше, чем одному, и не пойти ли нам привезти нового молодого царя из казенного дома, это подросток из казенного дома, чтобы вы понимали, что это такое, это не бедный ребенок и не несчастный ребенок, а это ребенок из казенного дома, а не пойти ли нам не вернуть старого глупого царя и не поставить на его место умного ребенка из казенного дома, это то, что там сказано. Мей, я понимаю, как начинается Каэлит. И подожди, минуточку, но потом придет другой ребенок, который точно так же соберут толпу и приведут другого ребенка. Вот что здесь говорится. И мы тоже в этом участвуем. Мы же тоже, ребят, в времени появляются грандиозные миссии. Но с чего начинается Каэлит? Мей, с чего начинается Каэлит? Они Каэлит, аите мэлах, алисраэль. Они, Натан, ло, иите мэлах, алисраэль. Все. Нет. Они, Каэлит, аите мэлах, алисраэль. Если мы не приходим к Медрашу, что это книга с Китани. Я просто в прошлый раз говорил, в прошлом году, по-моему, о том, что это книга с Китани. В данном случае это одна из тем. Это книга путешествий, только здесь путешествует духа. Я напоминаю Медраш, что Каэлит сочинил эту книгу, когда он, его Ашмадай, выкинул за Иерусалим, и он возвращался там много лет. знаменитый Медраш. Это Медраш вот этого путешествия. Поэтому я был царем. Подождите. Где акцент? Я был царем? Или я был царем? Где акцент? Акцент, что я там был, я это прошел. У меня есть экспириенс. Я могу говорить, как бы, а не сайон. Ну, у вас, ну, вам дан пример этого экспириенса. Кто вам мешает повторить это путешествие? Только, ну, за Иерон Пин, в миниатюре. Я не был царем. Но я... У меня тоже есть дух. И он тоже свободный. Вопрос. У вас дух свободный? Или вы надеетесь посадить его в клетку и жить вечно? Или он от вас сбежит и отправится в путешествие, куда вы его не звали? Потому что он... Вы не можете его удержать. Он сам отправится в это путешествие. Окей. Кто вам мешает? Кто вам мешает повторить это путешествие? Вы как-то... Я никак не могу понять. Царь Соломон описал свою жизнь, свое путешествие. Вы читаете и понимаете, как выглядело его путешествие. У вас есть свое путешествие. У вас могут быть свои оценки. Замечу, что в тот момент вы попробуете в книгу Кагэлэд ввести сына царя Соломона. И вы увидите, что все разрушится тут же. Вся концепция царя Соломона разрушится. Вся концепция книги Кагэлэд разрушится в тот момент, когда появится сын. Мир, секунду. В тот момент, когда появится любимая жена. Окей. В тот момент, когда будет разбито одиночество. Но вопрос именно, в каких кругах будет кружиться одинокий человек. Мир, это я понимаю, но вопрос, вопрос мой был, что чисто литературно представляется, что для того, чтобы этот хэдель, падение, чтобы это слово ничто, оно было как можно более ничто, нужно как можно более высоко залезть. Поэтому это начинается с того, что я был царь, я был царь, но это ничто. Подождите, что ты не поднимаешь? Простая вещь. У меня, конечно, рог, но с высокой горы царской. Тахад Гошемеш. Это дуновение. Может быть, не знаю. Что говорить упорно. Вот этот рог, Тахад Гошемеш, когда вы смотрите его под прожектором солнца, превращается в гэвель, превращается в дуновение. Вот смотрите, не в ничто, а в дуновение. Это вопрос перспективы. И это то, чего Кагэллык говорит раз за разом. Вот этот вопрос перспективы. Когда он всегда, вот этот вопрос перспективы, с точки зрения вечности мой райский сад, мечток. Но я вкусно поел и отладко выпил. Я доволен в данный момент своими детьми, женой, всем, чем можно радоваться. И кто ест, как я, и кто чувствует, как я. Это моя награда. Но замечу, в тот момент, когда вы подниметесь Тахад Гошемеш под фонарь, под прожектор солнца, вот это все превратится в гэби, дуновение. Здесь вот понятно, что когда вы так установили перспективу, а посмотрим-ка мы на жизнь человека с вершины мира, господа и дамы. Я попробую вам объяснить, в чем тут дело, просто... Можно еще вопрос? Ну да, но как бы объяснить, в чем лекция выключалась? Мы про это уже два часа говорим, нет? Дорогой, Эмиль. Я не понял. Я дико извиняюсь, но вы хотите нам объяснить, но окей, мы слушали объяснение. Да. Я просто хочу сказать, что эта книга не сюжетная. Мне кажется, что неправильно понимать ее как какой-то рассказ. Это книга философская, ну в смысле философствование. Здесь следует просто обращать внимание на какие-то идеи, на структуру. Почему именно царь, и почему вот такая заявка? Вы, например, можете еще хотеть быть царем. Вы думаете, что под солнцем плохо вот так, вот так, а вот если я стану царем, или я стану богом, или я стану там, так вот тогда я решу эти проблемы. А здесь дается вам крайние условия. Ну да. Вот такой вот царь, который никогда не был и не будет. Да, да. Я согласен. Я с этого начал. А вот если бы мне дали дворцы строить, то... Я с этого начал. Позыв такой, я там был, ребят, я там был, лошаве. Я там был, лошаве. А не то, чтобы он был. В этом смысле глобальном ничего не выиграть и все равно будет то же самое. Окей. Нам остается поверить на слово, потому что мы царями не было. Можно банально сказать, что это дикаон, это меланхолия, это упадок любого богатого человека, который дошел до конца, а все, ему дальше идти некуда. Мы знаем таких примеров куча. У человека нет никакого Эдгара, он дошел до конца, у него было все, а что дальше? Ну, естественно, он говорит, ничего не стоит, все. Почему? Потому что дальше некуда. Да нет. Он говорит про другую. Примысленный эксперимент. У него есть одна вещь. Ежели он царь, он хочет что-то сделать на века. Если он царь, он хочет что-то, вот этот вот райский сад, он хочет сделать на века. Не получается. И здесь не чудес света. Что сохранилось, кроме пирамид? Вопрос, который всегда мучает. Зачем мудрецы включили эту книгу в свод священной книги? Ради последней фразы? Ради одной последней фразы? Не совсем. То есть последняя фраза, дело в том, что последнюю фразу надо понимать совершенно по-другому. Я сегодня ночью расскажу, как надо понимать последнюю фразу. Сегодня еще одна встреча просто будет, я там обещал именно это. Окей. Значит, неправильно понимаете последнюю фразу. Она не из сборника афоризмов, она чуть-чуть другой смысл. Но это неважно абсолютно. Мудрецы поместили эту книгу, потому что вот смотрите, помните спор по поводу как раз спор о священных книг был о двух книгах, как вы помните, о Ширгашири и о Кагэлоте. Ну да. При этом в этом споре высказывалась серия чудесных мнений, но пропесть песней как раз Ширгаширим вызывает меньше подозрений, чем Кагэлот. Вот эта книга мрачности, вроде бы реликозный человек должен быть мрачной и смурной. Она вызывает куда большее подозрения в своей кошерности, чем Ширгашири, чем песня песней. Или песня песней, или как там правильно, песня песней. Вот. Значит, книга посвящена, помещена сюда именно для того, чтобы думать. Чтобы люди думали. Нужен ходить. Вот вы помните, я про книгу Яцера, напомню, я сказал, что для меня это книга для медитации. Раз в год прочесть и помедитировать на тему, как я себе представляю, чем я наполняю ее слова. так вот, Кагелет, она вот такая. Она вот такая. Окей. Можно вопрос? Да. Вы сказали только, что... Я могу сказать, что главное. Книга Кагелет очень важная вещь. Это книга с обратной связью. С обратной связью. Отличие от других книг Танако, это книга с обратной связью, с мощной обратной связью. Это книга, с которой предполагается, что вы будете вести диалог на самом деле. Потому что второе в этом книге это читать. Это книга для диалога. Да, Матан, мы слушаем. Слиха. Да, у меня вопрос в связи с последних репликах, с твоим вопросом, ответом на него, что она для того, чтобы думать. О чем думать, мэр, если сказано, что умный умирает наравне с глупым, и кто умножает познание, умножает скольк. В принципе, о чем думать? Это Леволин. Слушайте, Леволин, вы путаете думать и думать. Профессионально... Я не путаю. Нет, нет, нет. Есть профессиональные по-белому, кто умножает познания, умножает скорк. Да. Только там речь идет о книжных познаниях. Где написано, что о книжных познаниях? По мне так очевидно. Слово Асавти может быть применено только к... Асавти Хахма может быть применено как в библиотеке. Оборот Асавти Хахма может только к пишет, что я раздумывал, он размышлял. Да. Понял я и размышлял я, у меня было все и увидел я, что все своетошли. Да. И совершенно не важно, ты царь, не царь. Книга она для всех, они обязательно быть царем. Он пишет, что все равно своетошли. Вы хотите оспорить тот факт, что все умрем? Вот с чем вы сейчас спорите? давайте я... Это факт можно... Я не знаю. Я не настолько глуп, чтобы оспаривать этот вопрос. Странно, что вы не его задали. Я хочу расположить ваш вопрос просто по кускам. Значит, итак, теза, главная теза в истории состоит в том, что все умрем. Нет, не так. Я задал вопрос другой совершенно. Вы сказали, что это книга. Пусть мы начинаем на того, что вы думаете. Давайте полностью стих все-таки возьмем, а? Не важно... Я не раз на то, что вы сказали, на вашу фразу. Не важно думать, что ты все равно умрешь, это правда. Я не про это опять-таки. А вопрос насколько... Дело не в том, что мы умрем, не умрем. Дело в том, что думай, не думай, это суета, сует. Ничего не изменится. Вот о чем я. Да. А то, что мы умрем, это, по-моему, научно-медицинский факт, как говорил. Ого! 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 Только вы не кончили. Я не кончил. Это, конечно, замечательно. Вы просто забыли одну вещь. Какое? Какое? В рух шаф эльге элухим ошернатар. Угу. Хусме не шамаш хелик эллгим или мало. Они зухер, да? Конечно. Конечно. Речь идет о земной жизни. Когда вы говорите о земной жизни, но теперь, когда дух вернется, душа, да? вернется, та шифер элухим ашернатна. То есть я сейчас хочу как бы вам прописать. Минуточку, минуточку. Рега, Велер. Идет в алькормасе в алькормасе в альмішпад произвязать ваши думы с вашими делами. Я боюсь, что это сложно. Поэтому утверждение думы-недумы оно как бы неправильно. И, по-моему, из книги КГЭЛОТ оно не следует. Потому что то, чего там говорится микроэха, то это же думание common sense. Это же практическое думание. мудрец у него глаза на голове. Вы дурак, во тьме ходят. Но микроэха, но случится одно и то же из тем и с другим. умный умирает наравне с глупым. так написано. Это же высказывание про практические. Вы же понимаете, что это не про духовные поиски, а про ум практически. ну, Вы понимаете, что там я тоже в том же поле говорю, я тоже применительно к нашему миру осия, так скажем, к материальному миру. Понятно. Тоже говорю, да, что в этом мире, в материальном, да, умный умирает наравне глупым, и в этом смысле учи-не учи, и дураком помрешь. Да? С другой стороны. А с другой стороны, и что же дурак несет мишпад? А мишама? А теораги? Что же в ней будет? И что же в этой мишама будет? Я то к тому, что как бы я сейчас хочу сказать, что один может быть из вариантов ответа на тому, что я где-то читал, что вот именно по этой причине, по причине безысходности, для тех, кто не понимает так скажем, что это только относится к нашему материальному миру, поэтому эту книгу не хотели включать, потому что она достаточно не то, что пессимистична, а достаточно трагична. Здесь та же самая история, а давайте разрежем мир отделим божественного от земного. Причем замечу, что поход в храм, который там описан в шестой главе, да, по-моему. Сейчас, что это вдруг. Ага. Да, да, да. берегись, когда идешь в дом божий, и лучше слушать, чем с дураками приносить жертвы. Кстати, слово зевах здесь жертва шламин. Слово зевах это есть мясо с дураками. Это вот так вот надо переводить. Ибо они не научат тебя делать дурное, то, что ты слушаешь. И дальше вот этот поход в храм, который будет, и про обеты, вроде бы, вы всерьез думаете, что это часть про отношения с Богом? Да, только ваши действия не являются отношениями с Богом, являются отношениями с миром. Обет, о котором вы говорите, не спеши своими устами и сердцем своим, торопись высказывать слово перед Богом, ибо Бог на небесах, а ты на земле. Поэтому пусть будут твои слова молочисленными, замечу, перед Богом, перед Богом, будут слова твои молочисленными, перед Богом, ибо приходят или уходят, вот это трудный вопрос для меня, ибо приходят или уходят сон или мечта весьма многозначительные, и голос дураков говорит о великих вещах. Не давай устам твоим привести в грех тело твое, не говори перед ангелом, и чтобы потом не говорить перед ангелом, ошибочка вышла. Именно так. Там написано и голос, и голос глупых познается по множеству слов. Это в Мишлей. здесь тоже было такое про глупых, дураков. Про дураков здесь говорится таки баха холом биров индьян бы коль ксид биров дворин. То, что вы процитировали, это по-моему все-таки Мишлей. Значит, по-моему. Значит, Мэйр, спасибо большое, очень большое. По множестве мечт и множестве сует и велик и множестве вещей, а ты Бога боишься. Замечу, вот этот обет, о котором здесь идет речь, это обет нашего мира. Это что было хорошо в нашем мире, это про наш мир. То есть речь идет о взаимоотношениях с Богом суетного человека. Давайте такой оборот употребим. Обет Якова. Ты меня кормишь, поешь и охраняешь, а я даю тебе десятину и признаю тебя Богом. Интересно, ты мне, я тебе? А что такое союз с Богом? Союз с Богом это ты мне, я тебе. Он именно такой. Брит, он всегда обоюдный. Брит это не завет. Что бы там не говорила Нахам Марейдович. Брит это союз двусторонний. Не совсем так, как бы я так думаю, как я читаю. Я буду вам Богом, а вы будете мне народом. В любом случае, как бы вы не грешили, в любом случае. Да нет, будете, только при этом я обещаю вас охранять, а вы обещаете мне дать заповедь. Это двусторонний союз, это две стороны. Бог принял обязательства сохранять. Бог принял обязательства вы это двусторонний. Поначалу принял, а потом несколько раз мы его разочаровывали настолько, что ну просто минимум два раза он объявлен в вечном. Союз объявлен в вечном. У Бога есть возможность заставить соблюдать союз. Бог может заставить вас соблюдать условия. Он верит союзу, он его исполняет. Вы не исполняете. Можно разорвать, а можно заставить соблюдать. Ну хорошо. Я хочу подниматься такие вопросы, начинают обсуждаться вопросы такого уровня и такого сорта, значит вечер прошел не зря. Сто процентов. Сто процентов. Можно я от вас все сказать? Можно? Да, Миль, я только прошу принять внимание, что нужно сказать. Очень длинный был разговор. Я попробую высказать формулу Кейлита. Я сказал, что эта книга философская. Я могу сказать, что это называется не пистимизм, а скепцизм. Скептикам некоторые считают Канта. На самом деле это совершенно не Кант является большим оптимизмом. Это Вообще-то сарказм. Это не сарказм. Это не сарказм. Это очень оптимистичный осмысленный эффект. кто-то знает Канта, знает критику чистого разума. Как я. Это что? Это что? Под солнцем это то, что Кант называет рассудок. А то, что за солнцем, то, что за антиномиями находится, свобода и выбор, это называется разум. Фактически то, что делает Каэлит, он подводит нас к разуму. Разум определяет веру. Вера она есть. Канг говорит о том, что вознаграждение просто необходимо, поскольку оно следует из самой логики разума. То есть это не потому, что это он, это не его история, это проблема человеческого разума, того, как он устроен. То, что он приходит к таким решениям, то, что он считает, что под солнцем все суета, это очень просто увидеть даже в науке, потому что наука не способна, логика не способна свести концы с концами. Приходится каждый раз что-то менять, каждый раз что-то изобретать, чтобы продвигаться чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, но она не решает проблему, она не свободна, она причина следственна, а разум, он свободен, и свобода нужна для того человеку, как говорит Канн, для того, чтобы он сделал свой выбор, для того, чтобы он выбрал веру. И так и написано и в Торе, в конце концов, выбери жизнь. Выбери жизнь, это и речь не идет о индивидуальной жизни, это выбор жизни вообще. То есть, те, которые не делают этого выбора, он как бы оказывается в руках сатаны или-или, то есть, здесь нет возможности, так сказать, и поэтому этот вывод совершенно логичен у Каэль. То, что он идет кругами, он просто пытается еще раз, еще раз, еще раз разных сторон предвести к тому же выводу, доказать это совершенно окончательно и бесповоротно, что человек, может только по необходимости, поскольку он разумный, ему приходится выбирать веру. Понимаете? А дальше это уже невозможно пойти, это его ограниченность и это его бесконечность в то же время человека. Мне нравится. Поэтому эта книга включена, она показывает весь опыт рассудка, который приводит человека к вере, так же, как Ант приводит к вере, совершенно точно. Почитайте критику чистого разума, вам откроется смысл Каэль. Это очень просто. Я предпочитаю читать Крэскос у него по-другому, но я хочу заметить, это то, о чем я говорю. Это книга для диалога. Это книга для каждого я отдельного. Вы видите в ней это. Я вижу в ней чуть-чуть другое. Третий человек видит третье. Все, что я могу, с моей точки зрения, может быть, ошибаюсь в понимании книги, с моей точки зрения. Это указать линии, по которым входит автор, и по которым мне кажется, что тот, кто думает на этой книге, должен идти по этим же линиям. Но настаивать на том, что эту книгу читать надо так, а не иначе, это претворяющее тому, что я пытался сегодня доказать. Она субъективна и призывает к субъективности читателя. Я бы не сказал. Я думаю, что это не художественная литература, это другой жанр. Она не художественная. Если это философский жанр, то философ пытается что-то доказать. Философ пытается убедить в своем понимании, в своем мнении, в своей идее, а не просто предоставить возможность вы считаете, что это философское произведение. Я не уверен в таком восприятии. Окей. Эмиль, давайте отпустим ее. Я еще раз хочу сказать, что я согласен, что такой взгляд возможен и может быть даже правильный. Окей. Но каждый читает сам. Окей. Окей. Саваба. Эрефросшана. Всем Младима и Семха переходящий плавно в Хаксамер. Счастливо, Мэйр, огромное спасибо. Пока. 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 Всем пока. Вы Хаксамер.